Приветствую всех на канале Вот Каот. С вами я, Юбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, сегодня... Какое? 26... Ой, 26. 6. 6 июля. Суббота. И, ну, речь пойдет сегодня не о пчелах. У нас сегодня такое мероприятие. Едем за персиками. И почему хотел знать? Ну, думаю, может, кому будет интересно. Едем из Валявского района на Закарпатскую область. Едем в Береговский район Закарпатской области. Это ориентировочно около 70-80 километров от нас. Ну, просто как будет... Ну, покажем, какая тут местность, ну, Машенька. Покажи, горы какие у нас тут. Там же в Берегове, мне кажется, там уже гор нет. Ну, будем местами снимать, показывать. И, ну, и так же было интересно просто, а почему ролик все-таки снимаем? Едем в Берегово, ну, к нашим, как бы, недавно... Ну, мы недавно с данными людьми познакомились. Только благодаря нашему YouTube-каналу. А как это происходило? Создавший YouTube-канал, люди нас смотрели, и каким-то таким... Ну, у них было желание переезжать сюда. Сами люди из Днепропетровской области, Петропавловский район, у них были идеи переезжать. И как раз мы в то время ролики уже снимали. Ну, и вот они купили дом в Берегове. И, ну, заезжали пару раз к нам, за матками к нам заезжали, заезжали раз в гости. У меня был ролик о том, что подписчики заехали в гости. Сергей, ну, с родителями и с женой. А сейчас мы едем к ним. Они в прошлом году, когда купили тот дом, у них получился дом, ну, с садом. И, как они рассказывали, в саду 90 деревьев Персика. Ну, и вот. В прошлом году мы договорились, когда, ну, будет поспевать, что они нам дадут знать, и мы приедем за Персиками, так как, ну, любим компот с Персиков, ну, кто не любит, все любят, и мы едем. И к чему я иду, вот насколько земля, ребята, круглая. Так что, ну, когда человек общительный, делится чем-нибудь, и, ну, общительный, позитивный, жизнерадостный человек, и, и вот, и добро, как говорят, возвращается. На данный момент у нас работы уже не столько много, что мы можем себе позволить вот сидеть сегодня и поехать. Немного отдохнем. Полиночку оставили бабушке, а сами едем. Так что, ну, смотрим, я буду проезжать, новый готель построился, надо было машинке снять, показать, машинка меня все снимает. Сейчас будем проезжать санаторию, крышу, не, в руках. Карпат? А, да, санаторию Карпаты, тут старый замок, ну, его, его с дороги не видно, это надо заезжать. Тут все только будет проходная, но машинка покажет, и самого замка тут видно не будет. Тут вот стоят экскурсийные автобусы, вот такие экскурсии приезжают, прям толпами, можно сказать, автобусы львовские вижу, наверное, из-за Львова приехали на экскурсию. Вот тут получается въезд, ну, это одна из проходных, основная проходная там. И вот тут находится, вот живем, короче, друзья, вот в такой замечательной местности. Кстати, Беребереговский район тоже славится туристическими комплексами, там, там распространены, как это называется, горячие, да, термальные воды, ну, горячие, горячие источники, серо-мародородные, или какие они, ну, всеми известными, кто был на Закарпатье, в Береберегове есть, ну, горячие бассейны, которые, горячие и зимой, в которых можно купаться и зимой. Ну, будем проезжать, так тоже вкратится с ними, но они, конечно, закрыты, с дороги их тоже не видно, но хоть приблизно покажем. Машенька, покажите, вот как у нас тут отели. Не видно сейчас. За деревьями не видно? Да. Может, там будет видно. Различные отели, рестораны и тому подобное. Ну, все, друзья, смотрим дальше. Мы едем. Итак, друзья, подъехали, подъезжаем к Мукачеву. Ну, если вот обратить внимание на горизонт, он практически ровный, кроме возвышения, справа, ну, за деревьями, стоит Мукачевский замок. Ну, данное возвышение вроде бы рукотворное, ну, и на ней стоит замок. Видно, Машенька, нога? Видно, по-моему. Да. А так в округе там практически уже не видно никаких гор, если еще за спиной. Они остаются, вот, справа там еще буквально крафтная горка. И все. И тут же уже началась более равнина. И вот за такой небольшой промежуток, ну, за такое небольшое расстояние от нашего дома сюда где-то около 25 километров, а то и меньше. И разница в пчелах, друзья, около, ну, весной. Потому что летом эта разница не ощущается. так как потом уже практически все одинаково идет. К зимовке, готовке это все идет одинаково. Именно развитие и именно первое первое цветение различных фруктовых деревьев, деревьев, что хорошо заметно, тут на две недели разница. Подъезжаем, друзья, к эпицентру, нам надо зайти в эпицентр. И будем потом ехать и дальше снимать. Все, Машенька, нажимай на палку. Так, друзья, едем, мы уже вот, ну, дорога в Берегово пролегает прямо возле замка. Проезжаем. Ну, и вот так видно, как на ладони замок. Кто отдыхал у нас на Закарпатье, я думаю, может, бывали. В любом случае наши зрители бывали тут. Ну, и будет такая у них ностальгия по Закарпатью. Покажи, Машенька, в округе, что все, уже гор нету, остались только сзади, оттуда, там мы приехали. Туда же спереди уже нет совсем ничего. На горизонте их не видно. Уже началась равнина. Тут уже начинаются небольшие делянки полей. Тут уже где-нигде что-то-то садят. В Береговском районе даже, по-моему, и подсонных уже в некоторых местах садят. Но есть какие-то небольшие территории, где все-таки засевают. У нас же этого нету. Ну, и из-за этого у нас с зятком плохо. Машенька, пляжи, еще замок. Хорошо. Сказать ничего о замке я не могу, так как, ну, сам-то бывал пару раз на нем, но без экскурсий и особо ничего о нем такого не знаю. Речка наша Лотарица. Ну, как-то так, друзья. Тут, наверное, светофор. Я нажму на паузу. Да, нажимаем. Машенька на паузу будем ехать дальше. Так, друзья, едем дальше. Выехали как раз только из Мукачева. Вот как раз знак. Выеезд из Мукачева. И все мы знаем Василия Антоновича Гайдара. И если кому будет интересно, ну, он вот недалеко вот здесь живет. А если вот, я думаю, где-то так вот прямо сюда, километров через пять, он живет там, село есть. Ой, из головы вылетело. Шербурн. Село Шербурн. Ну, и у него там как бы пасека мотководная. Ну, я у него там был пару раз. Там раньше был магазин пселоводческий. Ездили мы все туда за инвентарев различным за машиной. Ну, теперь же уже не ездил. просто может кому было интересно. Он в Мухачеве. Тут недалеко живет. Едем. Ну, Машенька, покажем, тут такой физиаш. Тут тоже по большому счету все ровно. если честно, не видно. ровно. Че? Ну, тут уже равнена. Если, когда приемем в Берегово, то в Берегово еще больше отличается от, ну, даже от Мухачево, если я только что говорил, что между Мухачевым и Свалявой разница в две недели весной по развитию, то Берегово будет еще на несколько дней. Тут еще более, ну, Берегово больше, ну, чуть ниже еще находится, соответственно, тут весна приходит чуть раньше, нежели у нас выше в горах. Ну, все, едем дальше, посмотрим. Итак, друзья, как раз проезжаем, проезжаем мимо термального бассейна, покажи, вот как раз люди идут в термальный бассейн купаться. Ну, кто тут был, узнает, потому что много людей тут приезжает со всей Украины. Сам бассейн там получается на территории, его тут не видно так. Тут различные палатки с сувенирами, различные палатки с сувенирами, да, такая. Сам бассейн получается вот за забором этим, за забором этим, его там не видно. Ну, кто был, тот знает. Может, когда-нибудь и мы с Машенькой поедем, выберем час и уже поснимаем больше. сам бассейн, ну, наверное, если не пойдем до него бассейн, наверное, поехали бы в Косино. Может, кто был в Косине, тоже знает, где это находится и какая там красота. Так что, может, так и будет. Скоро и поедем. Все, смотрим дальше. Мы Мукачево, там снимать не получилось, там довольно много транспорта, не понимали, куда ехать. Сейчас выехали уже из Берегова и проезжаем такой виноградник. Ну, и решили показать. Такой виноградник, у них тут, наверное, какая-то из Адыба, а то ресторан целый. это не их, но вот такие это торговые марки Чизай. Чизай, да. Да, вот их эмблема и вот такой виноградник. Может, никто, кто-нибудь, может, и не видел никогда, как выглядят виноградники. Я, кстати, был на заводе Чизай, где делают вино в свое время, когда-то работал администратором в ресторане. И но была возможность побывать на данном предприятии, как делается вино. И на этих виноградниках нас приглашали, были. Но было интересно весь. Но как-то так было. Едем дальше. Мы уже подъезжаем, уже созвонились с людьми. Люди у нас уже ждут, уже дома. Ну и едем. Все, машина, нажимай на паузу. Друзья, добрались мы до места. И вот в таком персиковом рае стоим. Да. В таком персиковом рае вот набрали ведра, дали нам хозяева ведра, поугощали нас тортиком, чайчиком, поговорили, показали нам, ну и теперь работаем. Набрали ведра и рвем, друзья. персиковом. еще персики из деревни срывал, нам рассказали, как надо выбирать, но надо как бы твердые, чтобы с дерева срываются еще твердыми. Персик, чтобы его можно было довезти, ну и через пару дней с ним что-то сделать, потому что если дождать до мягкого, просто не довезем, так нам сказал хозяин, так что обрываем. Все, друзья, мы будем работать. Смотрим дальше. Итак, друзья, минут 15 времени и вот такой у нас урожай. Я никогда еще до теперь персика с дерева не срывал, так как у нас особо не растут, но это первый раз. И что самое главное, ну вот тут много деревьев разных персиков и разные разные сорты. Вот например данный персик, он еще полностью зеленый, он еще только-только поспевает. Следующий сорт, он уже ну вот как раз поспевает, еще твердый. Некоторые уже есть мягкие, вот как я оторвал. цель вообще еще зеленый-зеленый. А этот еще и маленький, еще и зеленый. Так что различные сорта. Если кого будет интересовать, почему такое зеленые столбы, деревья, это медным купоросом обрабатывают ранней весной, для того, чтобы всякие жукашки не ели деревья, чтобы плодили. Как-то и так, друзья. Все, на этом будем заканчивать. Поблагодарим еще раз на камеру данных хозяев, которые предоставили нам такую возможность приехать и пособирать персики. На этом будем заканчивать. С вами были мы. подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравятся дизлайки. Все, всем пока-пока.